23 октября председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин вручил награды победителям Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, в 2021 году. Очень важное событие для нас, для всего, наверное, Российского исторического общества. Очень важно, что даже в условиях пандемии, в условиях таких достаточно жестких ограничений удалось, соблюдая все меры безопасности, собрать людей со всей страны, победителей этого конкурса. Церемония прошла в музейно-выставочном комплексе Музея-заповедника Дмитровский Кремль. Вы, финалисты, все являетесь победителями. И вы представляете всю нашу бескрайнюю страну от Ставрополья до Храбаровска и от Выборга до Кузбасса. Как в капле дождя отражается небо, так же и в истории отдельного города, села, деревни отражается судьба нашей огромной и великой страны. И, наверное, справедливо сказать, что изучение истории родного края формирует вот то удивительное, гордое и щемящее чувство Родины. Конкурс краеведов нацелен на поддержку лучших практик преподавания и популяризации истории малой Родины среди детей и молодежи. Конкурс краеведов в этом году стартовал 12 апреля и проходил он в другом формате, в три этапа. Так, как обычно, поскольку мы решили взять модель конкурса педагогического мастерства, учителей истории и общества знаний попробовать апробировать его на данном конкурсе. Суть состоял в том, что мы проводили конкурсы по восьми федеральным округам, а не по регионам, как в прошлом году. Мы приняли решение организовать финал так же, как уже шестой год проходит финал конкурса учителей истории. Краеведы из всех федеральных округов по три-четыре человека вышли в финал и собрались здесь. Пролетели в Москву и затем приехали в Дмитров. Нам показалось важным и правильным принять приглашение Дмитровского музея, Дмитровских краеведов и провести этот финал здесь. Потому что здесь вот эта ткань краеведческой жизни, она очень конкретна, она наполнена местной историей. Здесь замечательный музей, здесь замечательные свои краеведы. Стоит отметить, что этот конкурс проводится уже третий год. Его организаторами является Российское историческое общество, фонд истории Отечества при поддержке ОАО РЖД. Как подчеркнул председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, вручивший награды, изучение истории родного края формирует удивительное, гордое и щемящее чувство Родины. Он также поздравил победителей конкурсов, город Дмитров и главу муниципалитета Илью Поначевну за гостеприимство и бережное отношение к историческим традициям. Когда мы открывали этот финал, я вам пожелал, чтобы вы все здесь почувствовали себя как дома. А сейчас, в первую очередь, я хочу вам сказать большое спасибо. Спасибо за ту душу, спасибо за те дела, которые вы нашему Дмитрову принесли. Потому что ваша энергия, ваши знания, ваша душа, еще раз, ваши глаза, они зажигают жизнь. Я благодарна, во-первых, своим детям, своим воспитанникам, маленьким краеведам, которые дали возможность мне сегодня стоять на этой сцене и быть в качестве финалиста Всероссийского корпуса краеведов, работающих с молодежью. Большое значение и важную роль исторического краеведения и исторической науки, жизни общества о воспитании подрастающих поколений отметил Андрей Логинов, статс-секретарь, заместитель министра юстиции Российской Федерации, член Совета Российского Исторического Общества. И вот работа каждого исторического краеведа непосредственно в том месте, где он живет, там, где он трудится, оно ведь это дополнение вот этого фрагмента в общую мозаику нашей истории, нашей жизни. Эта работа делается очень точно, очень детально. В 2021 году на конкурс поступило 178 заявок. В третий этап конкурса по результатам отбора прошли 27 финалистов, между которыми распределен призовой фонд, установленный организаторами конкурса. К участию приглашались учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора. Предметом конкурсной оценки являлись достижения участников в области патриотического воспитания и исторического просвещения молодежи. Обращаясь после награждения к участникам конкурса, председатель РИО Сергей Нарышкин отметил, что краеведы делают по-настоящему большое государственное дело. Наша великая тысячелетняя отечественная история вместе с великой отечественной литературой и родным языком составляют основу и национальной идентичности, и национального самосознания. Низкий вам поклон!